Всем привет! С вами я, Савонтий, и как всегда, вы смотрите канал своими руками. В этом ролике я хочу рассказать вам о одной из моделей от фирмы Uclan. Это Deniz H265 IPTV+. Построена приставка на процессоре GUACCIN GX6620 с частотой 600 МГц. Она имеет флеш-память объемом 128 МБ и оперативную память 256 МБ. Эта приставка выполнена на операционной системе Linux. И этих параметров для воспроизведения IPTV, сталкер-порталов и других IPTV-сервисов достаточно с головой. Если вы пользовались IPTV-приставками на Android, то вы знаете, как Android глючит. Бывает, зависает. Данный тип приставок не виснет просто так. Давайте посмотрим его меню. Главное меню выполнено в виде вот таких вот иконок. Его можно подстроить под себя. Можно выбрать клавишу Option, добавить ресурс. Выбирайте, что вы добавляете. Также можно все это дело двигать, перемещать. Добавляйте Option, добавить фавориты, добавить ресурс, удалить, переименовать, двигать. Вот, допустим, можете передвинуть, куда хотите подстроить под себя. Давайте рассмотрим, какие приложения в нем встроены. IPTV-старт. Запускаем IPTV-старт. Запускается плейлист. Здесь загружены бесплатные плейлисты, которые в открытом доступе в интернете находятся. Вы их можете также загружать со своих USB-накопителей. У меня вставлена флешка. Нажимаем клавишу 2, импорт с USB. Выбираем USB-диск. Выбираем папку IPTV. И вот загружаете любой лист. Нажимаете ОК. Можно назвать новая группа. Назову ее просто 3 единички. Сохранить и выйти. Вот у нас добавился новый список. Запускаем. Как можете видеть, идет воспроизведение. Следующий. Также идет воспроизведение. Клавишей Info мы выходим в другую группу. Клавишей Info мы выходим в другую группу. Вот наш телеканал. Легко и просто добавляются ваши списки. Следующий IPTV оператора. Здесь можно добавить несколько IPTV листов вашего оператора. Либо интернет провайдера, либо кабельного телевидения. Кто у вас там предоставляет IPTV услуги. В данном приложении можно загрузить самообновляемые плейлисты. Вот вы можете видеть. Добавлен также бесплатный плейлист. Имеется электронный гид. Идет воспроизведение. С этого приложения плейлисты сами обновляются. Сталкер портал. Можно добавить несколько сталкер порталов. Также бесплатный портал, который в открытом доступе находится. Также можете видеть, все работает. Бесплатное приложение YouTube. Запускаете. Вполне рабочий YouTube. Клавишей Option на пульте можно вызвать клавиатуру. Набрать желаемое. Выбрать ролик. Запустить его. Вот я выбрал 4K ролик. Можете видеть, идет воспроизведение. Здесь доступны горячие клавиши, красные группы, зеленое видео. Можно выбрать качество ваших роликов, которые вы хотите, чтобы у вас воспроизводились. Желтая страна и синий обновить. Также можно добавить экстрим IPTV листы. Также будет работать. Есть интернет радио. Разбитое по группам, по жанрам. Погодный информер. Вводите местоположение. И у вас будет на экране вашего телевизора погода в вашем городе. И медиа. Ну а о том, что он воспроизводит мультимедиа файлы, здесь даже и говорить нечего. Вы можете видеть это все по спутниковому ресиверу U-Klan Dennis. Вот запущу, допустим, что-нибудь с флешки. Вот идет воспроизведение. Плавное идет воспроизведение. Чтобы зайти в главное меню, нужно нажать клавишу Fav. Здесь настройки ваших приложений. Также нажав клавишу Option, можно добавить ресурс, двигать, перемещать, удалять в приложении. Следующие медиа файлы. Домашняя сеть USB. Это сейчас вставлена флешка. Хранилище. Настройки сетевых ресурсов. Можно добавить в ваш сетевой ресурс какое-либо устройство с вашей домашней сети. Допустим, добавить ресурс. Можно ввести имя вашего компьютера, IP-адрес. Я введу адрес своей расшаренной папки на своем компьютере. Ввожу его IP-адрес. Ввожу имя папки, прежде удалив ненужные. Выбрав язык. Сохраняю синий. Пользователь. Ввожу имя пользователя компьютера. Также подтверждаю. И ввожу пароль. Нажимаю ОК и сохранить. Мы видим, идет соединение. Соединение ОК. То есть мы подсоединились к нашей папке. Выходим. Заходим в хранилище. И мы видим, у нас есть NetDisk и USB-диск. То есть он видит нашу папку. Заходим в домашнюю сеть. Вот мы видим, появилась папка NetDisk. Заходим. И мы видим файлы на нашем компьютере. В расшаренной папке. Запускаем. Вы можете видеть, идет воспроизведение контента с папки на моем компьютере. Также доступна перемотка. Все воспроизводится. И следующее подменю установки. Аудио-видео настройка. Видеоразрешение до 1080p 60 Гц. Авторазрешение. Формат экрана. Настройки языка. Аудио. Контрастность. Выход HDMI. Настройки OSD меню. Статус сети. Установки Wi-Fi. Как я сказал, можно подключить к сети интернет двумя способами. По кабелю. Через LAN разъем. И через внешний USB Wi-Fi адаптер. Дата-время. Родительский контроль. Дополнительные настройки. На пульте данной приставки есть 4 горячих клавиши. Это красная, зеленая, желтая и синяя. На них можно назначить функции быстрого запуска от приложений. Назначаете и не нужно заходить даже в меню. И так на любую клавишу можно назначить любое приложение. Автоматически в дежурный режим. Стендбай реальный либо нет. FTP сервер включить-выключить. EPG из интернета. И после потери питания в какое состояние ему переходить. Системная информация. Можете видеть модель. Версию прошивки. Чем хороша данная приставка? Здесь не нужно бегать с флешками и искать новое ПО. При включении данной приставки она у вас спросит при выходе нового ПО обновить либо нет. Она сама предложит вам обновить ПО. Либо можно зайти обновиться вручную. Метод обновления USB с интернета. URL. Извещение о новом ПО. Либо включить, либо выключить. Версия прошивки 1.04.77. Обновление по интернету. Вот вы можете видеть предыдущее ПО 75. Последнее 77. Нажимаете ОК и идет обновление через интернет. В каждой новой прошивке добавлено что-то новое. Заводские установки и архивирование и восстановление. Можно экспортировать настройки на USB. Скачать чьи-то настройки. Импорт настроек из сети. А также дамп прошивки. Создать полную копию ПО вашей приставки. Основная задача IPTV приставки. Прием IPTV вещания и ввод сервисов. Для этого в Uclan Denys IPTV Plus реализованы все возможные виды приема IPTV. Интегрирован Stalker портал. IPTV приставка прекрасно работает с IPTV списками M3U. И позволяет прописать плейлисты M3U в память приставки с флешки. При загрузке возможно совмещение сразу нескольких IPTV листов. Реализована загрузка двух операторских HTTP списков. Прекрасно работает функция самообновляемого списка IPTV каналов. Нужно просто ввести URL ссылку. При включении и загрузке IPTV приставка автоматически обновляет список. Включена поддержка бесплатного сервиса YouTube. Подводя итог, можно смело рекомендовать Uclan Denys IPTV Plus всем тем, кто желает получить хороший IPTV проигрыватель за хорошую стоимость. С отличной поддержкой программного обеспечения. Способного проигрывать любые IPTV потоки и мультимедийные файлы. Распространенных форматов через сеть интернет. Из внешних USB накопителей. Реализованная хорошая поддержка YouTube и Stalker порталов. Если тебе понравился данный ролик, поставь лайк. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Если тебе нужен любой спутниковый ресивер или такая IPTV приставка, пиши на электронный адрес, который в описании под этим роликом. Подберем, настроим, отправим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok